Здравствуйте, это программа тема дня комментарий. Сегодня у меня в гостях тверской марафонец, спортсмен Артём Алискеров, который, победив фраг, отправился покалять Эльбрус, а затем Байкал. Артём, расскажи, пожалуйста, как так тебя на такую высоту занесло после такой болезни и как отреагировали на это медики? Ну, на самом деле, я как сейчас помню, я написал сообщение к Ксении Игоревне, это мой личный врач, говорю, можно мне на Эльбрус? Она говорит, ну да, можно через год. Но я ровно воспринял всё так же, только в нужном месте точку поставил. Можно. Но я честно скажу, у меня не было такого, что я там шёл за какими-то рекордами, кому-то что-то доказать, потому что меня выписали 11-го числа, 23-го я уже был на вершине. Меня пригласили туда, там фестиваль мировых рекордов был, вот Станислав Анатольевич Коненко, это главный редактор книги рекордов России. И я шёл туда с мыслями, что я наконец-то переключусь, я побуду в горах, вместо силы, подышу, природа. И 7 дней первых была климатизация. Мы там ходили до определённой высоты, спускались вниз, и так 7 дней. И я понял, что в группе я, в принципе, не самый лучший, но и не худший. И когда принималось решение, на штурм пойду или нет, я говорю, ну да, пойду. И так получилось, что да, я с первого раза зашёл на Эльбрус. Сколько это тысяч? 5 642 метра, вот с западной стороны. Вообще у меня в этом году и в прошлом году всё с западной стороны. Но во время лечения ещё я как-то попал на статью, что однажды, я не знаю, сколько это верно, озеро Байкал из-за глобального потепления может не замёрзнуть. Буквально 10-15 лет там давали на это. И я думаю, блин, круто. Я погуглил, что там делали. Его проезжали там на машине, на велосипеде, на лыжах, на коньках, но не пробегал никто. То есть официально нету, чтобы кто-то пробегал. Артём, я хочу отметить, что ты, несмотря на то, что ты 3 года практически, там 2,5, 2,7 месяца боролся с лейкозом, ты всё-таки во время лечения всё равно, так или иначе, начиная от того, что с капельницей по коридору, потом уже и марафончики небольшие бегал. Да, мне просто Антон Владимирович Лучкин сказал такую вещь, это первое, что, слушай, у тебя организм здоровый, кровь должна циркулировать, и быстрее будет выходить по бочкам вся. А я это воспринял прям буквально. Я взял... Как руководство к действию? Да, брал капельницу высокодозную и походил по коридору 7-10 тысяч шагов. У меня даже в интернете это всё есть. И во время уже поддерживающей терапии мой товарищ Максим Дмитриев, баскетбольного клуба «Тверь». Он говорит, Тём, я хочу предложить тебе стать амбассадором за БЕК РФ. И вот он на днях прошёл в Твери. Я уже третий год амбассадором. И я начал готовиться ещё на поддержке. И действительно, я пробежал первый год 10 километров за час 18. Ну, это плохой результат, но для меня это была победа. Я ни разу не остановился. Спустя год, второй год поддерживающей терапии на химии, я пробежал за час 8, то есть на 10 минут улучшил результат. Ну, а в этом году я пробежал 21 километр за час 40. Ну, смотри, ты же и до болезни бегал? Да. Ты же спортсмен всё-таки? Ну, да, я до болезни. Я выпускник Тверской Шор Михайлова по футболу. То есть организм, он приучен к нагрузкам? Даже, знаете, когда брали интервью заведующее отделение в гимцентре, они спросили про меня. Она говорит, вы знаете, мы не рекомендуем, но есть люди, которые, допустим, он всю жизнь был в спорте. То есть у него организм был готов. И действительно, я даже к Байкалу готовился 6 месяцев, там, начиная с прогулки пешей. И в итоге я 1 марта стартовал в Култуке, и за 19 дней из них 16 беговых преодолел, да, 770 километров. Расскажи, каково это бегать по Байкалу? Сколько ты километров в целом преодолел? Ну, в день максимально пробегал 55. Всего 770 километров дистанция была от Култука до Нижнеангарска. Это место силы. Я обязательно туда вернусь. Наверное, уже все-таки отдыхать. И я, в принципе, уже благодаря своему забегу полностью его знаю. И знаю, куда нужно ехать. Ну, а сейчас мы готовимся к новому вызову. Ну, ты бегал зимой. Да, по льду, по льду. Я же еще пошутил, когда 33 года у меня исполнилось. Говорю, он в 33 пошел по воде, а я побегу. С какими трудностями столкнулся, учитывая, что это была зима? Ну, на самом деле, я же был на акклиматизации 3 недели. И я понимал, что к чему. Я знал все зоны, где будет ветер, где будет сарма, где... Ну, единственное, вот один раз... Ну, это, конечно, непредсказуемо. Хоть мы и связь с МЧС имели, я вот в трещину ночью провалился. Просто ребята не успели пока дневной свет меня подобрать. Они ездили на заправку и физически просто не успели. Но я вылез с трещины, с этой, там, 5-метровая такая большая была. Начал двигаться обратно, и буквально в течение 15-20 минут они меня уже подобрали. То есть без проблем. А страшно было? Нет. Наверняка и в темное время суток. Страшно было, когда я уже сидел в машине, и до меня дошло, что могло бы произойти. Было не страшно, а было грустно, мне кажется. То есть уже осознание после. Ну, да, да, да. Поэтому после лечения, мне кажется, как-то чувство страха, оно как-то притупилось. Сейчас немножко по-другому. Я проще на все начал смотреть, и если что-то происходит, я не думаю о том, господи, что-то, я думаю о том, что делать. Скажи, пожалуйста, болезнь тебя изменила? Да. Я конкретно знаю, чем заниматься по жизни. Цели у меня есть определенные. И вообще желание жить. А вот твои спортивные достижения. Ну, не каждый, да, будем говорить, человек, который ничем не болел, да, такое может. Это не только сила воли, да, это еще какие-то определенные качества. Что тебе вот эти вот победы, да, над собой? И в первую очередь, наверное, над, не знаю, над ленью, может быть. Нет, это, знаете, наверное, здесь не испытать себя. Потому что я ко всему осознанно готовлюсь. Подхожу максимально профессионально стараюсь. Вот там и режимы, и дисциплина, и питание, там все взаимосвязано. Я, наверное, больше хочу показать людям, которые прошли онкологию, именно онкологию прошли, что жизнь после возможна, и она может быть лучше. Из-за нее нужно бороться? Обязательно. Без этого, ну, никак. И так получается просто, что после лейкемии я кричу о донорстве костного мозга, и в сердцах у людей это отзывается, и уже положительная тенденция прям чувствуется, что люди вступают, интересуются. Я думаю, что мы продолжим и дальше какие-то такие события, потому что они в итоге получаются резонансными, и для себя тоже какое-то новое место. Следующая у нас Ключевская сопка, это вулкан на Камчатке. То есть побежишь? Да, действующий вулкан, три недели назад и последний раз извергавшись. И я вот хочу пробежать так, чтобы там было в виде капли. А мы там посмотрим, получится ли, не получится. А друзья, знакомые не спрашивают, зачем? Я думаю, нет, потому что у меня никогда не было такой жажды жить. И мне просто говорят, давай, молодец, давай. И некоторые, ну вот даже, не знаю, вы могли бы заметить, что пример очень хороший, потому что город побежал. Вон на набережную выходишь. Мы когда начинали тренироваться там с Сергеем Денисовым, да, с товарищем, и в 6 часов утра никого не было. Сейчас выходишь, не успеваешь там доброе утро же платье, там, пятюнь отбивать. Поэтому круто. Я вообще очень рад. Ну и забеги стали обычным делом, и то это можно наблюдать, наверное, последние, может быть, лет пять где-то, может быть, даже чуть меньше. Ну вот три года на забег РФ можно наблюдать, какое количество участников. И оно прибавляется. И оно прибавляется. Вот я не могу сказать, что здесь моя заслуга, но сам факт, что здоровый образ жизни, вот люди к этому, ну, как-то смотрят уже, двигаются, и это не может не радовать. Что ж, спорт должен быть нормой жизни, а бег – это, наверное, самое бюджетное, самое полезное и самое простое, что человек может себе выбрать. Главное – все это делать с умом. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Валерия Королева. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова